18 апреля международный день памятников и исторических мест. В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно страна теряет до 200 памятников истории культуры от рук вандалов. Также 18 апреля день воинской славы России или день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Знаменитое ледовое побоище стало самой громкой битвой тех лет. На льду озера погибло 400 немецких воинов. А еще отмечается Всемирный день радиолюбителя. Первую радиограмму в 1896 году отправил русский физик Александр Попов. Она содержала всего два слова Генрих Герц. Интересно, что радио продлило жизнь Эйфелевой башни. Строилась она для Всемирной выставки 1889 года. Через 20 лет ее планировали демонтировать. Но с появлением радио на самой высокой башне в Париже стали устанавливать антенны. 18 апреля 1922 года в Москве открылось автобусное движение. Предшественниками московского автобуса были линейки, многоместные конные экипажи. Летом это были открытые кареты на 10-14 мест. Зимой это были большие сани. А в 1923 году в этот день создано спортивное общество «Динамо». В годы Великой Отечественной войны на базе общества формировались первые отряды добровольцев. В историю вошли футбольные матчи ленинградского «Динамо» в дни блокады и матч смерти между сборной немецких авиаторов и не успевшими эвакуироваться из оккупированного города киевскими футболистами. Тогда футболисты выиграли со счетом 5-3 часть. После этого оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.